Однажды, ненавидя различного рода лайф-коучей и мотиваторов, киосаки, робинсонов, садгуру и прочих торговцев волшебными бабами, я выступил перед большой аудиторией, намереваясь дать людям ответ на вопрос, как сделать так, чтобы твои желания исполнялись. Или, по крайней мере, со стопроцентной вероятностью возникала возможность их реализовать. Как только я начал говорить о мозге, биохимии и молекулах, все расстроились, ведь ждали от меня бреда о досках визуализации, дневнике желаний и, конечно же, об аффирмациях в космос, чтобы вселенная отвечала тебе. Как все они любят говорить, важно не просто верить, а знать, что у тебя это уже есть. Какой потрясающий по своей сути и глупости развод просто хороших людей, которые хотят изменений в своей жизни. Сегодня один из самых важных дней в твоей жизни. Сегодня ты получишь ответ на вопрос, как работает система. Сегодня я окончательно и бесповоротно реабилитирую всех богов и верну самые невероятные божественные откровения христианам, мусульманам, иудеям и всем тем, кто ищет метафизику, ведь они так жаждут чудес. Если тайные общества и скрывали от вас что-то, то это именно то, о чем я сейчас расскажу. Верну мужа в семью, приворожу любимого, пройдет НРС, помогу погасить кредит посредством телепатии, помогу разорить, то есть спасти бизнес. Как бы это не было смешно, все это правда. Сегодня у вас будет знание, чтобы изменить все в вашей жизни. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление. Канал Нулевой Пациент может расти лишь благодаря вам, вашим подпискам, лайкам и тому, как вы делитесь нашим видео, комментариям и даже благодаря длительности просмотра. Не забудьте сделать все вышеперечисленное и досмотреть до конца. Буду вам очень благодарен. А теперь вперед за сакральными тайнами и знаниями. Помните, в детстве, когда мы очень чего-то хотели, это происходило, совершенно невероятным образом сбывалось. Родители и их возможности очень часто были здесь ни при чем. Я помню, как в детском саду мы, несколько маленьких мальчишек, сели на землю после того, как я указал на конкретное место и начали копать в поиске сокровищ. И вот, немного покопавшись, мы обнаружили в земле красный граненый камень, такой, как бывает в перстнях. Мы, малые, там чуть в обморок не попадали. А еще я никогда не был в восторге от себя и мне казалось, что я никому не нравлюсь из девчонок. Но каждый раз, когда мне нравилась девочка, даже самая красивая, оказывалось, что я ей тоже нравлюсь. Мы целый день с братом у бабушки говорили о фильме Бэтмен, не зная совершенно, что это такое, но очень хотели посмотреть. Отец вечером приходит и говорит, собирайтесь, мы идем в видеосалон смотреть Бэтмена. Ни папа, ни бабушка, никто не знали о нашем желании. Так в детстве было постоянно и знаю из рассказов людей, что не только у меня, у людей происходили настоящие чудеса. Кстати, не забудьте спуститься в комментарии и рассказать историю, как в вашем детстве чудесным образом исполнилось какое-то желание. Очень интересно будет почитать. Я взрослел и эта способность или некая удача стали покидать меня, а вместе с ней и какие-то супер чудесные особые сны и ощущения счастья. Но нулевой пациент порожняк не гонит и понимает, что я человек из простой, непростой семьи и мне ничего не светит, нет ни миллионов, ни связей. Я понял, что должен узнать, как работает система и почему раньше в детстве исполнялись желания, а сейчас нет. Мое увлечение человеческим мозгом, его способностями, тайнами и клинической психиатрией началось в 2012 году. После того, как я совершенно случайно, никогда не употребляя и не желая употреблять что-то такое, пережил во время съемок моей короткометражки передозировку наркотиками. Приехал реанимобиль, меня откачивали, в то мгновение я был уверен, что умираю. И вот после этого инцидента я углубился в человеческий мозг в поиске ответов. А их оказалось не так уж и много. Первый невероятно интересный факт, указывающий, как мало мы знаем о мозге, такой. Функции серотонина, главного гормона, отвечающего за ощущение счастья, мотивации и радости, начали полноценно изучать только в 1957 году. До этого самый важный нейромедиатор в вашем теле, когда его обнаруживали в крови, считался биологическим шумом. Представляете себе? А как вы думаете, существуют ли еще подобные шумы, какие-то молекулы в крови и организме, чьи функции неизвестны? Полно. И некоторые из этих молекул ученые боятся как огня, предпочитая о них не говорить. И тому есть причина. Поймите, человек очень кострубатая, неуклюжая деревянная структура и организм, напоминающий железного дровосека из волшебника изумрудного города. Ему по любому поводу нужна смазка. И реальность была настолько добра к нам, что она дала эту смазку. Кушаешь? На тебе инсулин, чтоб все усвоить и накопить жир. То есть между тобой и едой есть посредний, гормон. Хочешь секса? Вот тебе тестостерон. Хочешь родить ребенка? Вот тебе яйцеклетка и семя. Хочешь набить кому-то морду? Вот тебе норадреналин. Даже от радиации защищают гормоны щитовидной железы. Все взаимодействие с окружающим миром происходит через определенного посредника, который вырабатывает твой организм. Мы даже несчастные не можем быть сами по себе. Нам помогает в этом кинуренин, гормон несчастья. Да, такое тоже есть. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Все эти знания дают мне право и возможность ненавидеть садхгуру, Тони Робинса и прочих. Нужно делать как нужно. А как не нужно делать, не нужно. Невозможно мотивировать человека, если у него угнетены или понижены функции яичников или семенных желез. А еще, если он полон кинуренина. Ему, мать его, так нужно лечение, а не вера в себя. Но сейчас не об этом. Мы приближаемся к тайне. Итак, наше тело вырабатывает все виды бензина для того, чтобы взаимодействовать с окружающим миром. И только когда мы молимся, когда мы просим нечто незримое помочь нам в жизни, ничего не надо. Реальность вас защитила от радиации, а средств вам связи с метафизическим не снабдила. Брехня. Правду не скроешь. А давайте вернемся к тем самым молекулам, которые считаются биологическим шумом. Может, все-таки у них есть какие-то функции? В мире существует самый мощный психоделик. Вещество, внесенное в перечень самых опасных наркотиков. Потому что оно вызывает сильнейшие галлюцинации и измененное состояние сознания. Его можно курить, можно, если постараться пить и так далее. Диметилтриптомин. Но мы скажем, нет наркотиков. И причина тому... У нас свои есть. Ваш организм вместе со всей органикой. В мясе меньше, в молоке больше, в растительной еде совсем немного. Попадает базовая, самая простая аминокислота. Триптофан. Очень нужная штука, и она есть во всем живом. Распадаясь в организме, этот самый трептофан превращается понемногу в тот самый серотонин, гормон радости, в мелатонин, гормон сна, даже кенуренин, гормон несчастья. И никотиновую кислоту, очень важную для нашего здоровья. Такая мелочь, а столько полезного. А еще из нее в организме получается самый мощный психоделический наркотик на земле. Диметилтриптомин. Он синтезируется в кишечнике, легких, печени и немного в шишковидной железе. Но зачем? Зачем в организме создавать такое вещество? Ведь остальные гормоны и нейромедиаторы имеют функции. А это биологический шум. Давайте посмотрим на молекулу серотонина, мелатонина и диметилтриптомина. Видите, как они похожи? Детский организм сразу после рождения, так как его кормят грудным молоком, а оно полно трептофана. И не только поэтому имеет все эти нейромедиаторы в огромном количестве. Мы взрослеем, концентрация этих гормонов становится меньше. Мы начинаем хуже спать, потому что становится меньше мелатонина. Мы не так счастливы, ведь становится меньше серотонина. Да и желания исполняются хуже. Неужели между этим всем есть связь? Интересно, чего же нам не хватает для исполнения желаний? О чем мне говорят коучи и гуру, потому что они безграмотные лживые псы? Давайте послушаем, что говорят очень мега успешные люди о попыте употребления искусственного ДМТ, против чего я выступаю категорически. Благодаря моему партнеру, Робу Хикману, я открыл для себя одну штуку под названием «ЖАБА». Знаешь, что это такое? Да, ты говоришь о 5-метоксидиметилтриптамине. Да, как раз о нем. Я наткнулся на него. Я попробовал этот медицинский наркотик, или как его можно еще назвать? И я стал другим. Я стал смотреть на жизнь по-другому, переосмыслил отношения к людям. Я чувствовал физическую связь с каждым листочком на дереве, энергетической линией, с каждой звездой. Я как будто был подключен проводами ко всему космосу. Я посмотрел на пол и увидел, что через трещину в полу растет цветок. И я чувствую, что он мой брат. И все остальное. Камни, стулья, куски пластика. Я полностью и абсолютно един со всем этим. И я осознал, что это был единственный истинный религиозный опыт, который у меня был в жизни. Они все врут, наркоманы галимые. Интересны слова Стинга о том, что это единственный пережитый им религиозный и духовный опыт. Я не говорю о вере, я говорю о пережитом откровении, мистическом, которые переживали Христос, Иоанн Богослов, Мухаммад, Нирьему и Будда. Совершенно не важно, что испытывают люди, которые приняли искусственное ДМТ. Важно, зачем это вещество в организме вырабатывается естественным путем. Давайте узнаем, при каких обстоятельствах в организме становится больше естественного диметилтрептамина. Пост, отказ от мяса, сексуальное воздержание, когда человек находится в глубокой молитве или медитации, да простят меня невежды, это одно и то же. Так как работают одни и те же участки мозга, отвечающие за осознание отделения себя от окружающего мира. Благодаря ДМТ эти границы исчезают, и ты становишься единым целым. С чем-то, но с чем? Христос был в пустыне 40 дней, был там искушаем. Он находился в глубоком посте и молитве. Его святые вены были полны гормона, о котором мы говорим, вызывающего якобы мощнейшие галлюцинации. Неудивительно, что он видел нечто необыкновенное. Монахи держат целебат, не скверно словят. Они должны быть полны диметилтрептамина, но мы знаем, что священнослужители и монахи давно не те, что прежде. Извините, друзья мусульмане, но ваш пост, месяц Рамадан, при всем уважении я даже обсуждать не буду. Это не серьезно. До заката солнце, а потом за старое. Ничего не будет успевать вырабатываться. Истинная и очень опасная оккультность, а именно гримуар красный дракон и многие другие, гласят все одно и то же. Прежде чем приступать к практике, придется очиститься, попаститься. Корреляция действий очевидна. У ребенка огромная концентрация ДМТ и его желания исполняются. Монах полон ДМТ и он может отпустить грехи. Стинг назвал ДМТ единственным религиозным опытом. Ну что, скажем это вместе? Диметилтрептамин. Сим-карта для общения с метафизическим миром. Тот самый посредник. Тот самый бензин, как и для всего остального. Не желаете ли позвонить своим богам, мои религиозные друзья? Такова функция этой молекулы. Поэтому желания детей избываются. Их чистота наполняет их организм этим гормоном. А кто-то очень безграмотный прицепился к адринохрому. Ты рептилоид, мы все это знаем и нам мозг не запудришь. Мы взрослеем и этого гормона становится меньше в нас. Но это не значит, что восстановить его невозможно. Совсем напротив, я именно это и делаю. А теперь к супер-пруфам. Какие изменения ожидать тому, кто начнет микродозить? Намерение имеет решающее значение. То, чего вы ожидаете, то у вас и будет. Это может быть звучит немного ненаучно, но я пришел к этому на своем опыте. Молекула, содержащаяся в псилоцибиновых грибах, практически идентична молекуле ДМТ, так как у нее тоже трептофановое ядро. Люди, делающие микродозирование, утверждают, что их желание сбывается. И они не врут. Моя подруга прошла ритуал ойяваски. Выпила напиток, содержащий ДМТ. Я спросил у нее, исполнилось ли желание после этого какое-то очень большое. И она сказала, да. Менделеев видел во сне свою таблицу. Именно во время сна у нас в организме выделяется немного ДМТ, естественным путем, при обычных обстоятельствах. ДНК открыл ученый Фрэнсис Крик под воздействием ЛСД, психоделика, и получил Нобелевскую премию. А что насчет самых успешных? Именно поэтому не работают аффирмации. Доска визуализации, ваши молитвы и намаз не слышат. Одни в них желание чепуха. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Без сим-карты, без смазки. Как и при всем взаимодействии с окружающим миром, ничего не будет. Как это работает у меня? Я сталкиваюсь с желанием или мечтой один на один. И все полностью зависит от меня. Моя первая презентация книги прошла в подвале. Я так хотел из-за этого самоутвердиться. Вторая прошла в ЧИ, самом престижном заведении Киева. Дебют двоечника, который ненавидел уроки по русскому языку. 2018 год. Триллер номер один по продажам. Я могу рассказывать очень много и долго. Можно целый сериал снять. Поймите, главное, реальность и источник не могли оставить вас без ответа. Без способов все изменить. Но путь очень тяжек к этому. Попробуйте 40 или 47 дней, столько длится Великий Пост, продержаться в строгом посте с чистым добрым умом, не машинально молясь заученной молитвой, а проникая в глубину истинной сути вещей. Это тяжкий труд. Но для нас, теургов, это единственная возможность делать так, чтобы реальность играла по твоим правилам. Я не забираю ни у кого духовное, мистическое. Наоборот, спасаю. Запомните, знание – сила. Несколько крайних выпусков нулевого пациента получились очень длинные, поэтому буду закругляться. Но я и 10% всего вам не рассказал. Еще рассказывать и рассказывать. В заключении замечу, что есть предложение пройти с вами эти 47 дней. Те, кто хочет этих изменений в исполнении желаний. Совершенно безвозмездно через видео или стримы, или сообщество просто пройти 47 дней по правилам по дорожной карте и проверить, работает это или нет. У меня работает и мне не жалко помочь. Если наберется достаточно желающих, то сделаем. Пишите в комментариях об этом. Все тайное должно стать явным и человек будет свободен. Друзья, в прошлом выпуске я сказал, что буду 11 августа в 16.30 у администрации президента Украины на Банково и требуя с плакатом принять закон Даши Лукьяненко о защите прав детей и с требованием сделать интерактивную карту педофилов. Для меня ничего не изменилось, я там буду. И жду всех, кто захочет. В сообществе или в следующих видео буду сообщать подробности. Лозунги, которые можно будут написать на транспаранте, где собираемся и многое другое. Если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление злу, невежеству и всем возможным заговорам из тех, что существует. С вами был ваш друг Крыжановский Петр. Вы были на канале Нулевой Пациент. Подписка, лайк, поделиться, колокольчик. Всего хорошего и помните, грядут перемены. До скорой встречи.